Судар Махараш часто приводит выражение одного из великих английских поэтов либо быть царем в аду, либо быть слугой в раю. Наше стремление занять главенствующее положение, оно привело нас в мир материи, где нам позволено это сделать. Но сам по себе мир, в котором мы с вами находимся, двойственный, временный, смертный, как бы иллюзорный мир, он не стоит того, чтобы здесь занять какое-то верховное положение, потому что здесь все иллюзорно, и это верховное положение, оно лишь только ценно в понимании нашего ложного эго, но в мире любви, в мире гармонии, в мире Кришны, где мы, так сказать, должны в своей природе находиться, мы увидим, что там положение слуги естественно, потому что, когда мы подразумеваем любовь, мы подразумеваем способность отдавать и любить, и в этой связи святые, они говорят такую удивительную вещь, потому что, в принципе, Кришна является источником любви, а преданные являются любящими, но когда святые писания анализируют положение любящего, они говорят, что положение любящего выше, то есть любить выше, чем быть любимым, и в этой связи Кришна предпринимает удивительную форму шечитания, потому что только в форме шечитания Кришна может быть сам любящим, потому что сам Кришна, он источник любви, он знает, что меня любят преданные, да, и он пишет о том, что мои преданные испытывают счастье в миллион раз больше, чем я, да, и об этом написано в четвертой главе читания Чаретанати, поэтому Кришна открывает положение, что быть преданным выше, чем даже быть самим Господом, как бы это не было удивительно, но любить Господа – это удивительная способность, и Господь сам думает иногда, как же они меня любят, может быть, я могу испытать это чувство, вот, но это вовсе не значит, что Кришна занимает какое-то опоследственное положение, да, он как Рас-Радж может наслаждаться, как принимая любовь своих преданных, так и в образе шечитания Махапрабу, испытывая чувство любви, и в этой связи мы можем перейти к тому аспекту Кришны, который наиболее поклоняем в нашей традиции – это Расхарани, потому что она любит, иначе тогда, если бы не было Расхарани, был бы только Кришны преданным, тогда бы Кришна не был пурным, он бы не был полным, вот, в этой связи мы видим, что Кришна – это источник любви, а Расхарани – это сама любовь, которая отдает, поэтому ее подчиненное положение, как бы зависимое положение, ну, с одной стороны, полностью зависимо от Кришны, тем не менее ставят ее на высочайший перестал, в этой связи в нашей традиции мы поклоняемся Шамасе Расхарани, ну, как бы это наша, скажем так, наш акцент, да, потому что неофиты, они поклоняются Кришне, ну, как источнику любви, но мы поклоняемся самой любви, потому что в писаниях, говорится, что то, чем поклоняемся, тем мы становимся частью, да, то есть, поэтому поклонение Расхарани в нашей традиции, оно является тем, что мы принимаем ее прибежище в этой связи, возвращаемся к нашей песне, которую пишет Вишваран Чакраварти Такура, он рассматривает духовного учителя, как энергию Господа, да, так же, как Расхарани, она его энергия, мы говорим о том, что Расхарани и Кришна занимают Радха, Кришна, Викритир, Хладини, Шакти, Асмата, это Шакти и Шакти Ман, по сути дела они занимают одно и то же положение, но Расхарани, будучи тем не менее подчиненной, все-таки рассматривается как высочайшая, почему, потому что она приносит счастье Кришне, Кришне приносит счастье всем остальным, она приносит счастье Кришне, в этой связи гуру рассматривается как также подчиненная энергия, да, то есть он как бы удовлетворяет Кришну, и в этой связи мы видим в нем проявление Расхарани, в высшем смысле Гуру Махарадж всегда говорил, мы видим, что настоящий гуру это Расхарани, и Гуру Махарадж в свои лекции часто приводит различные священные писания, истории, как одной из историй Кушам Саравара, когда Кришна, прошу прощения, Гопия, на Кушам Сараваре, мы часто бывали там во Вриндаване, знаете, они собирали цветы, и вдруг появилась одна юная девочка, и Расхарани сказала, о, какая прекрасная девочка пришла к нам, она новая, кто ее привел, потому что ее привела Рупа Манджария, Рупа Манджария, это как бы лидер нашей духовной традиции, и Расхарани была очень довольна, да, эта девочка очень прекрасная, она может совершать столь много служения, и прославила Рупу Манджария, она сказала, что Рупа Манджария занимает столь удивительное положение, что она столь многих может привести ко мне, Рупа Манджария занимается тем, что она ищет удивительных слуг, но таким образом Гуру Махараш показал, это очень возвышенная как бы идея, да, то есть как бы она может быть не связана с нашим сегодняшним, так сказать, положением, но тем не менее в мире нашей веры мы должны всегда помнить о том, что наши учителя, они связаны с высшим миром, и все, что происходит здесь, сейчас, здесь и сейчас, да, как ребенок, он попадает в детский сад, в школу, в начальный класс, потом все это транслируется в его взрослой жизни, через может быть многие годы, также мы с вами должны помнить о том, что сейчас, практикуя бхакти-йогу, саддана-бхакти, что такое саддана-бхакти, это служение с правилами и предписаниями, ребенок приходит в музыкальную школу, ему не дают сразу же там, ну-ка, сыграем мне какую-нибудь сонату там, или сочини мне произведение, они этому говорят, ну давай ноты, дорами, фасоли, си ребенок, он играет по нотам, он долго играет по нотам, может быть там 6-7 лет, сначала он играет в траве сидел кузнеечек, потом какие-то более простые вещи, потом он играет уже там Баха, Шуберта, Бетховена, но в какой-то момент, когда он уже овладел техникой игры, и его сознание способно переносить мысли в музыку, тогда он уже может сесть за рояль и начать играть импровизацию, также мы сейчас мы играем по нотам, там в траве сидел кузнеечек, потом еще какие-то песни еще, но в какой-то момент, когда наше сознание лишится духа эксплуатации, когда бхакти займет наше сердце и сознание, мы сможем проявить какое-то чувство, чувство любви к Господу, но нам может быть много жизней достать пройти, поэтому писания не считают, что бхакти это некая ограниченная идея, некоторые в ващнавской миссии считают, что вот там ты будешь там столько-то кругов, столько-то там поклонов и в конце жизни ты попадешь в мир Кришны, тогда у нас, тогда эта идея ограничена какой-то одной жизнью или какими-то внешними вещами, мы считаем, что бхакти это вечное, поэтому в принципе пока мы не обретем с вами вечное положение в вечном мире, мы не сможем обрести до конца бхакти, в этой связи говорится Чакуда, «Я хочу, чтобы из жизни в жизни эта возможность бхакти приходила ко мне». И Шихар Махараш говорит о том, что если мы ценим бхакти, тогда бхакти придет к нам. Если мы считаем, что я попытался практиковать бхакти несколько лет, мне ничего не получилось, надо что-то там может быть йогой заняться или шиви поклоняться или калия, потому что все проще гораздо, там сразу можно, или там в христианство пришел, покаялся и все, ты уже враги. Тогда мы не можем оценить по-настоящему любви. Любовь – это вечная цель души. В этой связи мы, по сути дела, недостойны бхакти. Ну, Шидар Махараш говорит, но если мы верим, что бхакти столь возвышенная, столь прекрасная, может быть, нам придется потратить миллионы жизней, чтобы прийти к бхакти, тогда в этом его настроении. Мы достойны практики бхакти, потому что мы понимаем, что это высшая цель бытия живого существа и каким-то временем, пространством не отделаться. Либо в моем сердце есть любовь к Богу, либо ее нету. Соответственно, мы ставим бхакти как высшая наша цель. Вот. Рекочная.